Северный форум Дарьяна Дмитриевна, директор Северного форума Дарьяна Дмитриевна, директор Северного форума Идея сама была создать такую международную площадку, которая бы занималась проблемами северо-восточной части Арктики Поскольку самые большие международные площадки у нас в основном находятся на западе, а на востоке у нас такой нет В мире даже, не то чтобы даже в России, а в мире И одна основная концепция, которая сразу пришла к нам в голову, это объединить Азию и Арктику Поскольку очень много мы сейчас говорим про интерес азиатских стран к Арктике и к Северу И в целом вторая идея, это уже привлечение внимания к международной организации Северный форум Потому что наше мероприятие так и называется Северный форум по устойчивому развитию Ну и третья идея, и самая, наверное, глобальная, это цели устойчивого развития ООН, которые были утверждены в 2015 году Их всего 17, это очень достаточное количество, о котором можно задуматься, то есть это разные проблемы Но если обобщить, можно сказать, что это три главных направления Это экономика, экология и население, о которых нужно подумать на Севере и в Арктике Существуют ли подобные мероприятия в мире и в чем уникальность именно этого форума? Да, подобные мероприятия в мире есть, они масштабные, глобальные Эксперты со всего мира съезжаются туда, всего их на самом деле не так много Можно перечислить три самых больших Это Арктический круг в Исландии, в реке Явике ежегодно проходит Также это Арктические рубежи, которые проходят в Норвегии В Тромсе и, конечно, это международный арктический форум Арктика территории диалога, который в свое время проходил в Архангельске И в этом году провели в Санкт-Петербурге Поэтому вот эти вот три форума, на которые мы ориентировались при написании нашей концепции Вот нашего будущего форума в сентябре Мы, конечно, считаем то, что мы могли бы выйти тоже на такой уровень в будущем Спасибо Получается, Арктика является достаточно актуальной на сегодняшний день, раз ей все интересуются Какова роль форума в развитии Севера и Арктики? Роль форума в развитии Севера и Арктики очень значимая, может быть Поскольку мы создаем новую площадку, вот как я уже сказала, то, что мы ориентировались на предыдущий опыт Но на самом деле мы считаем то, что в данном случае международная организация Северный форум Может сыграть очень значимую роль в разнообразии контактов Поскольку Северный форум международная организация, объединяющая регионы, не страны Всего у нас 14 регионов Это у нас и российские регионы, 10 российских регионов И из иностранцев у нас присутствуют в организации Северный форум Аляска, Исландия, Акюрери регион из Исландии Лапландия из Финляндии и провинция Кангон из Республики Корея Поэтому идея объединить межрегиональное сотрудничество в рамках этого мероприятия Чтобы Северный форум по устойчивому развитию объединял не только межгосударственные контакты Но и межрегиональные Поэтому очень большой общественный и экспертный резонанс мы получили То есть мы не проводили такую большую пиар-акцию Но при этом очень хорошо получилось то, что участники Они реагируют именно на возможность высказать свое Мнение, высказать свои задумки, проекты Ориентированы мы больше на проектную деятельность, которая в будущем будет развиваться И самое интересное, что всех привлекает, это, конечно, продолжающаяся работа То есть мы хотим не просто собраться, но и в дальнейшем продолжать работу в течение года По проектам, которые будут заявлены у нас То есть у нас не только такая деятельность будет как в формате конференции Конечно, будут и классические конференции Ну и будут мастер-классы, лекции, презентации проектов отдельно будут То, что в основном должно войти потом в работу уже международной организации Северный форум И мы продолжим в течение года это делать Причем Северный форум по устойчивому развитию будем проводить ежегодно Так как ожидаются делегации из Китая, из Японии и Южной Кореи Хотелось бы задать вопрос, какой вклад могут эти азиатские страны внести в развитие форума? Большое спасибо за этот вопрос, поскольку это как раз самое основное, что мы собираемся сделать Действительно, МПК берем только эти три страна Мы их называем Северо-Восточной Азией по макрорегиону Конечно, эти страны очень интересуются Наверное, многие об этом слышали Что азиатские страны интересуются северным морским путем Интересуются природными ресурсами Но благодаря Северному форуму по устойчивому развитию Мы хотим обратить внимание не только на актуальные вопросы Но и на наши насущные вопросы Которые у нас в регионе существуют В северном регионе, в том числе и в Якутии Что у нас может быть связано именно экономическое развитие, социальным развитием И с будущими проблемами экологии, которые нас волнуют То есть мы хотим обратить внимание этих делегаций на устойчивое развитие Чтобы они занимались в целом в комплексе всеми вопросами Севера и Арктики Какие вопросы и проблемы будут поставлены в приоритете? В приоритете будут поставлены прежде всего вопросы коренных народов Которые проживают на территории Но здесь мы берем еще также население Арктики Мы говорим, что население Арктики всего составляет 4 миллиона по всему миру А в России 2,5 миллиона проживает Это очень большое число из всех стран приполярных Конечно, мы хотим, чтобы прежде всего на население было обращено внимание Также есть интересные темы по безопасности инвестиций в Арктике Это Российский совет по международным делам, который предложил нам такую тему Что это значит? То есть социальная, корпоративная ответственность будущих инвесторов в регион Которые придут и должны будут говорить нам развивать экономику А мы собираемся узнать, как они это будут делать И как экология будет развиваться Конечно, есть обширный вопрос по экологии Здесь у нас будут вопросы, связанные с дикой природой С изменением климата Изменение климата Это очень глобальная тема, которую мы не можем и не хотим И наоборот в углу хотим поставить в нашем форуме Также мы будем, конечно, обсуждать экономику Без нее никак Сейчас очень много стран Не только азиатских, как я уже сказала Но и приполярных стран Занимаются именно социально-экономическим развитием региона И в данном случае Якутия может быть таким центром, где мы можем это обсудить Все это развивалось именно для того, чтобы обратить внимание на наши проблемы Поскольку наша территория находится на вечной мерзлоте И эта проблема, она не изучена до конца Конечно, много пробелов в науке Очень хотим, чтобы наука в первую очередь занималась этим Чтобы по итогам форума мы запустили научно-практические проекты Чтобы наука взаимодействовала с официальными лицами С бизнесом, с общественностью На данный момент среди участников у нас заявлено Участие таких организаций, как Фонд дикой природы Также приедут представители Арктического совета Кроме этого у нас есть проектный офис развития Арктики Который недавно как раз подписал соглашение С Минвосток развития Арктики Российской Федерации Также у нас есть полная поддержка Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики И они собираются также присутствовать у нас И отрадно то, что на форум приелут регионы О том, что я сказала до этого Что межрегиональное сотрудничество всех тоже интересует В данном случае, как мы собираемся его проводить И не хватает контактов, конечно, не только между иностранцами и нами Но и с нашими регионами, которые наши соседи Как мы будем с ними общаться То есть это все очень интересно может получиться И мы к этому идем Спасибо И последний вопрос Дарьяна Дмитриевна, как форум отразится на нашей республике? Наша республика в данном случае будет центром Так мы считаем Конечно, в рамках международной организации Северный форум, как я уже сказала Есть другие регионы, которые Также заинтересованы уже в проведении этого форума Мы планируем, что мы будем возвращать этот форум Раз в два года в Якутию И в промежутках мы будем передавать его регионам Северного форума Эта идея многим нравится И в данном случае Вот то, что у нас такой пилотный проект в Якутии проходит Также должен заинтересовать международную общественность Российскую общественность Официальные лица, бизнес Проблемами Якутии, которые здесь присутствуют Именно по Северу и Арктике И вообще очень много говорится о том, что возможно Якутия станет транспортным узлом в последующем О Северном морском пути, о котором мы много говорим Якутия тоже может сыграть очень большую роль Поскольку у нас пришла железная дорога И по реке Лена также могут перевозиться грузы И как раз азиатские страны проявили очень большой интерес из-за вот такой возможности Которая может в будущем возникнуть у нас в Якутии Поэтому мы хотим, опередив немного событий Обратить внимание еще и на другие проблемы, которые существуют в регионе И обсудить в том числе проблемы бедности, которые существуют на Севере и в Арктике Проблемы, которые существуют по накопленному экологическому ущербу По экологическим проблемам, в частности изменения климата и таяния вечной мерзлоты И в этом случае это, конечно, может сыграть очень большую роль Не только для Якутии в целом, но и для России Которая может обратить внимание на Якутию И в целом на международное, межрегиональное сотрудничество Которое может начаться именно в Якутии Так что это все очень хорошо складывается Среди участников у нас, получается, извне Якутии приедут 200 гостей Из них примерно половина, чуть меньше, конечно Это иностранцы, где-то около 70 человек И мы надеемся, что этот форум вызовет очень большой интерес в будущем Что мы будем дальше развиваться И что Якутия будет таким, скажем так, центром, который начнет вот такую дискуссию межрегиональную Причем мы хотим, чтобы общались и официальные лица, и бизнес, и общественность, и, конечно, наука О чем я много говорила, что все должно начинаться с науки И научно-практические проекты будем продолжать И в дальнейшем, благодаря тому, что сейчас я оказалась Я совсем недавно назначена исполняющим обязанности директора Северного форума с 1 июля И как раз мы хотим в рамках Северного форума все это продолжать делать Спасибо Дарьяна Дмитриевна, желаю вам хорошо провести этот форум А вы смотрели Актуальное интервью Сегодня мы говорили о Северном форуме по устойчивому развитию С исполняющей обязанности исполнительного директора Северного форума Дарьяной Максимовой Оставайтесь с нами и до встречи в эфире Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!